Мороз и солнце 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 Прошу прощения, у нас тут небольшие технические неполадки. У нас почему тут видео постоянно всплывает, из этого не могу понять. Еще раз приношу свои извинения, тут были небольшие технические неполадки, так давайте продолжим. Что из себя представляет наш равнолыжный курорт? Инфраструктура состоит из 15 трасс общей протяженностью 17 километров. Также находится 8 подъемников, в том числе канатная тресельная дорога, которая работает круглосуточно. Плохо слышно. У нас проблемы с микрофоном. Так, я постараюсь немного погромче, но если что, пожалуйста, давайте обратную связь. Также для любителей веселья есть тюбинговая трасса, работают профессиональные инструкторы для новичков и любителей горного катания. Также расположен сноупарк. Так, все, вижу, что слышно. Супер, спасибо большое. Также имеется пункт проката, то есть вы можете взять в аренду весь необходимый инвентарь и оборудование для катания. Также мы предлагаем нашим туристам 4 благоустроенные гостиницы, сеть баров и ресторанов и веревочный парк. Здесь далее вы схематично можете увидеть карту курорта. Здесь, в принципе, представлены трассы, подъемники, основные точки питания и гостиницы у подножья горы вы также можете наблюдать. Конечно же, приезжая на наш курорт, у туристов возникает вопрос, где им жить, где остановиться, и мы готовы предложить 4 варианта размещения под разный кошелек и для людей с разными предпочтениями. Главный любимец наших гостей – это отель Grand Baikal. Его основным преимуществом является то, что он находится прямо у подножья горы Соболины, что позволяет нашим гостям кататься, так скажем, от порога. Посмотрите, пожалуйста, на фотографии. Номера действительно полностью соответствуют действительности. Они выполнены очень профессионально. Номера стильные, современные. Очень важно то, что есть возможность трансформировать кровати. Я точно знаю, что для туристов это немаловажно. Номера трансформируются как в одну большую, так и в две раздельные кровати. Номерной фонд состоит из 64 номеров, что позволяет нам принимать большое количество туристов. Также на первом этаже имеется локерная. Когда гости катаются, после катания могут оставить все свое оборудование и вещи и подготовить их к следующему дню катания. Завтраки также включены в стоимость проживания. Подаются в формате шведского стола на первом этаже в ресторане. Следующим любимцем наших гостей является парк отель Соболинка. Он находится в пяти минутах ходьбы от горнолыжного комплекса. Здесь цена чуть ниже за счет как раз таки удаленности. Но здесь преимуществом в первую очередь являются, конечно же, номера. Посмотрите, пожалуйста, на фотографии. За счет дизайнерских решений номера сделаны очень здорово, практично. В основном в нашем отеле представлены номера категории полу-люкс. Номера комфортные, максимально вмещают 3-4 человека. Очень любят такие номера, конечно же, люди, приезжающие отдыхать в компании с семьей. Плюсом также является то, что кровати также трансформируются в номера твин и дабл. Кроме того, у каждого номера имеется балкон, что немаловажно для любителей сделать красивые фотографии и так далее. Дополнительными преимуществами здесь является наличие собственного спа-центра и детской игровой комнаты. Опять же, это является плюсом для тех, кто приезжает на курорт с маленькими детьми. Итак, двигаемся дальше. Следующий вариант. Размещение более бюджетный. Сейчас картинка загрузится. Это хостел Байкалский, который находится в самом центре города Байкальска. Находится в 5 минутах ходьбы от озера Байкал и 5 минуты езды от ближайшего подъемника. Это современный хостел. Здесь преимуществом является то, что есть два вида номеров. Номера благоустроенные семейные и номера хостельного типа. На 8 кроватей приходится один раздельный санузел. На каждом этаже расположены кают-компании за счет дизайнерских решений, которые разделены на зону отдыха и столовую. Здесь наши гости могут очень удобно проводить время. Напротив нашего хостела расположен спортивный комплекс, о котором я немного подробнее расскажу чуть позже. Наш хостел очень пользуется популярностью у танцевальных, спортивных групп и студенческих групп. Следующий вариант размещения – это коттеджный бассейн Лакрусь, который состоит из четырех отдельно стоящих домиков. Очень любят его семьи, а также туристы, которые ценят тишину и уединение. Сейчас я вам покажу небольшой ролик, чтобы вы могли более подробно, так скажем, ознакомиться с нашим горнолыжным курортом. Мороз и солнце, день чудесный. И еще ты дремлешь, вдруг прелестный. Пора, красавица, проснись, Открой сомкнутой негой взоры Навстречу северные авроры, Звездой из севера и висей. Под голубыми небесами Великолепными коврами Блестя на солнце Снег лежит Прозрачный лес Один чернеет И ель сквозь инии зеленеет И речка Подо льдом Блестит, скользя по утреннему снегу Друг милый Предадимся беду Блестит Скользя по утреннему снегу Друг милый Предадимся беду Навестим поля пустые Леса недавно столь густые И берег Милый для меня Так, продолжаем дальше Перемещаемся немного ближе К городу Иркутску На 39-й километр Байкальского тракта Это парк отель Бурдугус Который расположен в сосновом барлу На одном из самых берегу Одного из самых красивых залива Реки Ангары Парк отель Бурдугус Это абсолютно новая гостиница После В 2018 году была произведена Полная реинновация номерного фонда Это гостиница 4 звезды Два конференц-зала Две летних террасы Ресторан с потрясающим видом Спа-центр И, конечно же, наш уникальный Банный клуб Парк отель Бурдугус Состоит из 42 номеров Номерной фонд представлен Здесь преимуществом Также является то Что все кровати Профессиональные боксы Есть возможность Их трансформировать Плюс номерного фонда Плюсом номерного фонда Является то Что есть номер Для людей С ограниченной возможностью Конечно же Все номера Укомплектованы В соответствии Со стандартами В номерах есть все Начиная от предметов Индивидуального пользования Заканчивая Гладильной доской И утюгом Также Находится в нашем Гостиничном комплексе Два конференц-зала Мы готовы Организовать любое Питание Подходящий формат Кофебрейки Фуршеты Обеды Ужины Все это Есть в нашем Потрясающем комплексе Ну и сейчас я Очень кратко Времени остается мало Поэтому я быстро Расскажу вам Про наш уникальный Банный клуб И мы посмотрим Видео Уникальность Банного клуба Заключается в том Что это Отдельное стоящее здание Которое сочетает В себе Три отдельных Три отдельных Бани Баня-соль Баня-пар И баня-жар Баня-жар Это для любителей Погорячее Баня с сухим паром Соленая Комната Здесь преимущество Является то Что есть соленая стена И баня-пар Это для любителей Тех Кто предпочитает Классическую Русскую баню С влажным паром Сейчас я вам покажу Небольшое видео И вы все Подробно Можете Увидеть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А сейчас меня все слушают Я надеюсь Да, я вижу, что много-много пишут люди Все, отлично Еще раз тогда повторюсь Меня зовут Елена Я представляю компанию Байкал Тревел Клаб Это как наше второе подразделение Компании Грам Байкал И я сегодня расскажу вам О наших зимних турах Туроператор Байкал Тревел Клаб Является туроператором По Южному Прибайкалью Отлично Плюсики я ваши вижу Наша компания уже существует 12 лет, как я и сказала И смотрите, хочу рассказать О наших зимних программах В принципе, мы можем организовать все От экспедиции До даже ледового гольфа На самом деле, ежегодно Являемся туроператором По организации ледового гольфа На Байкале Также зимой Это различные туроперы В Монголии Это подробно Мороз и солнце День чудесный Насчеты дрема Вдруг перенесли Пора, красавица Проснись Открой сомкнутый Негой взор Навстречу Северной Авробы Звездой из севера Поднеси Под голубыми небесами Великолепными коврами Блестяно солнце Снег лежит Прозрачный лес Один черный И ель сквозь июнь зеленеет И речка Подо льдом Блестит Скользит в утренний снег Друг милый Придадимся к нему Завестить поля пустын Леса недавно столь пустын И берег Милый для меня Следующий тур Это мечта о Байкале Тур в данном случае Рассчитан на 7 дней 6 ночей В чем уникальность данного тура Вы сможете посмотреть Иркутск А также самый большой остров на Байкале Это остров Пальхон В том самом зимнем варианте Фотография с белой ступой Это остров Огои Это северная точка Острова Ольхон Которую вам обязательно нужно посетить И также здесь мы посещаем Мраморный карьер Где раньше добывали мрамор Сейчас данным случаем Заморожен Еще один тур О котором хотелось бы рассказать Это яркие выходные на Байкале Не у всех у нас есть много времени Для того чтобы Съездить на Байкал Но если у вас есть пара дней Мы предлагаем это сделать Из Иркутска до Ольхона Также тур рассчитан на 3 дня 2 ночи То есть в пятницу по воскресеньям Вы можете заехать совершенно без проблем Стоимость всего 20 200 при одноместном размещении И всего 15 600 при двухместном размещении на человека Также я хочу рассказать о том Что если вы приезжаете к нам И уже здесь на месте Хотели бы что-то организовать То у нас есть экскурсионные программы Однодневные Это может быть как Остров Ольхон Как бухта песчаная На которой можно добраться на хилусе А хилусы это автомобили на воздушной подушке Почувствуйте себя как на корабле Но только на льду Также мы обязательно можем попробовать Катание на лошадях На санях Ну и обязательно посмотреть нашу бурятскую сторону То есть это культурная часть Например съездить пусть Орду в Золотую Орду Еще несколько туров у меня представлены в презентации Но в связи с ограничением по времени Расскажу еще про лед Байкала Данный тур мы ставим с февраля по март И хочу заострить ваше внимание Что тот самый лед Кристально чистый Байкал Можно посмотреть именно в феврале и в марте Потому что многие спрашивают о том Что хочу приехать в январе В январе вы посмотрите сибирскую зиму Но к сожалению не попадете на тот самый лед Поэтому я вам рекомендую выбирать февраль-мар В данном случае тур у нас рассчитан на несколько дней И вы посетите от Иркутска до города Байкальска Это тот самый южный Байкал Где поднявшись на высоту 900 Вы сможете посмотреть на панораму Байкала Также туда включено катание на снегоходах обязательно Ну и различные пешие туры Которые не оставят вас без впечатлений Ну и конечно наша визитная карточка Это айс-гольф на льду Байкала Ежегодно мы его проводим В прошлом году победителем был представитель из Китая Из КНР В позапрошлом году это был кореец То есть это было про председатель из Кореи В данном случае что очень уникально Обязательно попробуйте этот гольф Потому что здесь это профессиональные клюшки Это профессиональный гольф Это спортивные команды И вы сможете поучаствовать именно в спортивной команде По стандартам шотландского Сананвес-клуба Поэтому я вас приглашаю в следующем году Он также будет происходить в марте Точные даты из чего мы сейчас как раз согласовываем Но в прошлом году это было достаточно массово Около 500 человек мы собрали Что еще хотелось бы рассказать О том что детский отдых в нашем регионе Также очень сильно развит И мы регион близкий к Китаю Очень активно с ними сотрудничаем И позапрошлом году мы проводили футбольный лагерь для девятей Проходил он в феврале 100 человек мы собрали В данном случае было несколько команд из России Было несколько команд из Китая Чем уникальна данная тема Тем что вы сможете и поиграть И в то же время это будет культурный обмен Детки русские, китайские Они вместе общаются, вместе изучают язык Вместе у них происходят тренировки Тренировки как на улице, так и в помещении На самом деле никого не оставят равнодушными Позапрошлом году мы проводили При поддержке федерации по футболу Иркутской области В том числе комитета образования народного правительства Города Маньчжурии Поэтому если ваши дети хотели бы провести футбол на Байкале Почему бы не сделать через нас Ну и буквально у меня две минутки Хочу показать о том, что все наши туры Вы можете увидеть на сайте Байкал Трэвел Клаб Можете их выбирать там и бронировать через сайт И также конечно же хотела бы сказать о том, что корпоративный отдых на Байкале Набирает свои обороты в этом году И мы активно приглашаем провести ваши массовые мероприятия Здесь у нас на самом деле есть все возможности Есть огромные залы до 200 человек, до 500 человек Есть различные техники и технологии А также можно организовать какие-то выездные мероприятия Вплоть до того, что даже баня может быть выездная Поэтому я приглашаю вас организовать какое-нибудь мероприятие на Байкале И приезжайте вместе с ними, чтобы проинспектировать все наши отели Здесь мои контакты, меня зовут Елена И если у вас есть остались какие-либо вопросы Подписывайтесь на нас в Инстаграм Буду рада ответить на все возникающие вопросы А сейчас я передаю слово моей коллеге Если у вас есть вопросы Слайд по футболу, конечно, можно Сейчас найдем Вот слайд по футболу Если вопросов нет, то я все-таки передаю слово следующему спикеру Презентации все будут размещены на сайте «Знай наши» Поэтому в любом случае всегда вы сможете их получить Если что, вы также можете нам написать на электронную почту Всем спасибо за внимание и всем хорошего дня Всем доброе утро Меня зовут Куракина Анастасия Я представляю туристическую компанию Eastland И сегодня я бы вам хотела рассказать непосредственно о нашей компании, о нашем холдинге И о наших турах, о наших предложениях на осенний и зимний период 2020-2021 года Хотелось бы начать с нашей компании Туристическая компания Eastland является одним из лидеров Одним из лидирующих туроператоров на рынке туристических услуг Иркутской области И мы предоставляем полный спектр услуг для наших клиентов Проживание, питание, транспорт, визовую поддержку и, конечно же, экскурсионное обслуживание Мы организуем туры под ключ как для индивидуальных туристов, так и для групп Групп из разных стран и из разных городов России, конечно же Наша туристическая компания входит в большой холдинг, который называется Eastland Группа компаний Eastland Наш холдинг функционирует на рынке уже более 25 лет И в своей работе мы опираемся на собственную инфраструктуру Как вы видите на слайде, это рестораны Рестораны в городе Иркутске и в поселке Листрянка Авиация, авиакомпания Ангара, водный транспорт, прекрасный круизный флот и пассажирский флот Скоростные и прогулочные катера, теплоходы ВИП-классы, к примеру, Империя, Николай Ирошенко, Александр Великий, транспорт и отели Отели у нас в поселке Листрянка и в городе Иркутске Что еще хотелось бы сказать? Есть у нас представительство в городе Москве, в нашей столице, нашей родины Поэтому по любым вопросам можно, конечно же, и туда тоже обращаться и с нами связываться по всем контактам Что касается туристического потока, очень важный вопрос То в опыте нашей компании, организации чартеров из Китая, Японии и, конечно же, встреча поездов из Германии с туристами из Германии По поводу туристического потока, то количество туристов в нашей компании за год составляет порядка 100 тысяч человек Не считая турпотока в восточно-сибирском речном пароходстве, это наш курьезный и пассажирский флот И пассажиропоток авиакомпании «Ангара» около 4 тысяч человек в год, как вы можете увидеть на этом слайде География наших туров, в принципе, она очень разнообразна Она затрагивает как север Байкала, так и южную часть В частности, круизы В частности, круизы проходят по северной части, так же и по южной части И, конечно же, все экскурсионные программы, все туры Стараемся затрагивать весь Байкал, показать туристу полноценно, все красочно и интересно По поводу нашего турпродукта, мы, конечно же, предлагаем нашим клиентам круизы по Байкалу Они, как правило, проходят от 6 до 9 дней Экскурсионные туры от 1 до 9 дней Если берем один день, то это, как правило, Иркутск и поселок Листвянка Два-три дня это уже Иркутск, Листвянка, Кругобайкальская железная дорога, либо же Бухта Песчаная Как в зимний, так и в летний период, в принципе Ольхон Ольхон может быть за один день Наше восточно-сибирское речное пароходство Совместно с ним мы организуем такую экскурсию, как Ольхон за один день Как раз очень она актуальна для людей, которые приехали на Байкал И у них очень мало времени И хотят они посмотреть И наиболее популярным сейчас местом на Байкале, конечно же, является остров Ольхон И поэтому целесообразно придумать вот такой вот экскурсионный тур Ольхон за один день Он очень длительный, но очень насыщенный И всем туристам очень этот тур нравится Также есть альтернатива, как Ольхон на 2-3 дня То есть турист полноценно уезжает на Ольхон Заселяется она в отель И у него полноценная экскурсионная программа С гидом, с питанием, с проживанием С посещением самых таких популярных основных мест острова Ольхона Чтобы остались классные впечатления Ну и конечно же возможно уехать на Ольхон Либо же на Малое море более чем на 3 дня С полноценным проживанием, экскурсионной программой, питанием, конечно же Семейный отдых в бухте Песчаной, в частности база отдыха Байкальские дюны И на Малом море возможно Как правило такой отдых занимает от 5 до 10 дней Активный отдых В настоящее время очень популярным стало трекинги Туристы очень любят ходить в Большие Коты, Большое Галаусное Вдоль Большой Байкальской тропы На Ольхон уезжать, там прогулки делать различные Север Байкала, сплавы, рыбалки, джип-туры, квадроциклы и так далее Вот такой активный действительно отдых Очень с большими классными впечатлениями И конечно занимаемся организацией деловых мероприятий Тимбилдинг это как правило от 2 до 5 дней И до 200 человек Предлагаем нашему клиенту этнические, бурятские тематики Мастер-классы, квесты, мероприятия во время круиза Аренду фрахта теплохода И там различные мероприятия В том числе аниматоров Какие-то представления Приглашаем специальные группы артистов Все по желанию клиента в принципе Ну и конечно же во время наших туров Мы предлагаем нашим клиентам, нашим туристам Посмотреть как город Иркутск Иркутск купеческий С его многочисленными деревянными постройками Прекрасной архитектурой Музейный комплекс Икраеведческий музей Музей декабристов Прекрасные памятники 130-й квартал Современные постройки С его многочисленными магазинами И местами для фотографирования Прогулок И так далее Всю архитектуру города Иркутска И конечно же Близлежащие поселки И города Поселок Листвянка Камень Чешского Подъем на Камень Чешского С прекрасным панорамным видом на озеро Байкальский музей И нерпинари С милыми нерпами Фото сафари на джипах Тоже очень интересный тур Длительный Как правило занимает целый Целый день экскурсионный С питанием И впечатлений от этого тура Очень много у туристов всегда В летний и осенний период Это водные прогулки На наших скоростных Быстроходных катерах Также в Большие Коты Например Вдоль КБЖД В Бухту Песчаную Делаем полноценные Экскурсионные туры Это графический музей Тольцы Музей деревянного зодчества И конечно же Прогулки на собачьих упряжках В зимний период Сейчас хотела бы Немного затронуть Наши предложения На осенний и зимний период Первый тур Это тур осенней краски Байкала Данный тур по длительности Занимает 7 дней 6 ночей В принципе классический тур Но что хочется сказать На Байкале в осенний период Особенно интересно Особенно красиво И многие туристы за этим и едут Что вот хотят на осенний Байкал Посмотреть На листву На природу Так как на Байкале Как раз бархатный сезон В принципе как и везде И погода Она хоть и нестабильная Но если в теплое время попасть То это прям большая удача И большая так сказать Часть для туриста Данный тур с фиксированными ценами И с фиксированными датами Он проходит с 14 сентября по 15 октября Соответственно на 7 дней В первый день туристы уезжают у нас В поселок Листвянка Мы их встречаем в аэропорту И сразу же отправляем в поселок Листвянка Там проводим целый экскурсионный день Посещаем Байкальский музей Обедаем сибирской кухней Байкальской рыбкой Посещаем смотровую площадку Камень Черского В принципе весь день так проходит Затем возвращаем туристов наших Обратно в город Иркутск На второй день у нас уже проходит Отправление на остров Ольхон И на Ольхон мы заезжаем на целых 4 дня На Ольхоне у нас включено и проживание И питание И экскурсионная программа Совместная с гидами В первый же день мы туристов После приезда, после отдыха Отправляем на мыс Бурхана Скалу Шаманка Почему в вечерний период? Потому что на самом деле на Бурхане Очень красиво Больше наверное вечером Потому что закат Все эти пейзажи Как вот на фото Туристы это очень сильно любят всем И в третий день На следующий день Мы отправляемся уже полноценно На целый день В тур к мысу Бурхан К самой северной точке К мысу Хабой Прошу прощения К самой северной точке Нашего острова Ольхон Включено питание в данный тур И после К вечеру мы возвращаемся Туристы отдыхают Так как это очень такой Наверное длительно Все Длительный тур И туристы отдыхают Ужинают И в принципе На следующий день У них полноценный Свободный день Так как с гидом Мы уже переговорили Узнали что где как И как правило Туристу хочется Узнать что-то самому Что-то поискать На острове Что-то самому посетить Ну и конечно же Мы туристов не оставляем Всегда с ними на связи Всегда что-то советуем И по их просьбе Организуем В этот свободный день Питание Проживание Конечно же Все это включено На пятый день У нас происходит Возвращение в Иркутск А на шестой У нас Красочная Осенняя экскурсия Вдоль Кургобайкальской Железной Вироги На поезде Туристам Очень нравится Всегда ретро поезд Он выглядит Как в старинные времена Такой красочный Красивый Как правило В этот тур В этот экскурсионный день У нас включено И питание И услуги гида И так далее И так далее Он длительный Сразу можно сказать Что как правило Это утрошнее время Часов с 7 утра И до 9 вечера Но время пролетает Незаметно Как правило Потому что Есть и Порядка 5-6 остановок В течение тура То есть люди Выходят из поезда Не находятся там Постоянно Выходят Смотрят Ищут что-то Спрашивают у гида Фотографируются Конечно же Потому что Прекрасная Красивая Осенняя природа И Туристу Очень нравится Это все По возвращению С экскурсии Отправляется Турист опять В отель Ночует В принципе Тур У нас Заканчивается Конечно По Датам Нужно узнавать Все заранее Мы Всегда на связи Всегда проконсультируем Данный тур Можно в принципе Организовать И индивидуально Только нужно Подстраиваться Под отдельные Экскурсионные Программы Экскурсионные Дни По поводу Популярных Экскурсий В осенний Период Хочется сказать Опять же Про Кургобайкальскую Железную дорогу Но уже На теплоходе Баргузин Комфортабельный Теплоход Помещает он До 100 Человек По маршруту Он занимает Целый день Примерно с 10 утра До 8 вечера Туристы находятся На теплоходе Делается Около Трех Больших Длительных Остановок Мыс Толстый Мыс Половинный Шумиха Все это время С туристами Находится Гид Профессиональный Гид Всегда Что-то Расскажет Подскажет Сделает Фото Проконсультирует И так далее По желанию Можно в данный тур Включить питание В сентябре Он еще проходит В октябре Уже к сожалению Нет Но сентябрь Как раз Самый Бархатный Сезон И туристы Пытаются На этот рейс Все-таки попасть По стоимости Он От 3 500 Со взрослого Детский Билет 50% Скидка Дети До 10 лет Как альтернативный Вариант Данному Туру Это Как я уже Говорил КПЖД На паровозе Либо же Тепловозе Маршрут В принципе Идентичный Но длительность Намного Больше И конечно же Транспорт Это паровоз Либо тепловоз Проходит он Немного дольше С 1 сентября Происходит Происходит Все это Все это Все это Интересно Также Как правило Как строится Программа Туристы Приезжают Их Встречают Какая-то Проходит Программа В плане Игр Рассказов Ритуалов Затем Идет В группах Хоть 10 человек Если же Больше Либо же Меньше Меньше Количество Человек То тур Рассчитывается Отдельно Это все Под запрос Переходим К зиме Зимний Тур 7 дней 6 ночей По длительности Целая неделя На Байкале На зимнем Байкале Конечно же Зимой Пожалуй Туристы Едут на Байкал Для того Чтобы посмотреть На лед Насладиться Этой природой Пузырьки И так далее Сразу начнем По ходу программы Первый день Это у нас Пожалуй Первый экскурсионный Это Иркутск Купечевский С его архитектурой Музеями И так далее Как правило Это трехчасовая Обзорная экскурсия По городу Иркутску Конечно же С гидом По желанию Можно в данную Экскурсию Включить питание В одном из ресторанов Города Иркутска Затем Туристов Мы заселяем В отель И в принципе Они отдыхают С дороги И после Экскурсионного дня Во второй день Мы сразу же Отправляемся В поселок Листрянка Который находится В 70 километрах От города Иркутска Посещаем Музей Деревянного Зодчества Тальцы Кстати там В зимний период Особенно красиво Все эти Деревянные постройки На белом фоне Выглядят просто Потрясающе Затем По приезду В поселок Листрянка Мы поднимаемся На камень Чешского Опять же Тестируем Пробуем Байкальскую рыбку Бурханим Посещаем Байкальский музей Смотрим Любуемся Милыми Байкальскими Нерпами Туристов Мы заселяем В отеле В поселке Листрянка Уже И на следующий день Поскольку На следующий день Они отправляются Пожалуй Наверное На самую популярную В зимний период Экскурсию Это в бухту Песчаную На судне На воздушной подушке Это Хивус Данная экскурсия Тоже Занимает Целый Экскурсионный день Примерно Часов С 10 Утро И до 7 Вечером Туристы Находятся В этой экскурсии Посещаем Видим Любуемся Малой колокольной Большой колокольной По желанию Можно подняться На скалу Обозрения И Полюбоваться Видами С этой скалы Конечно же Включено питание В данный Экскурсионный день И затем Мы возвращаемся Обратно В поселок Листрянка На следующий день Наш любимый Ольхон Отправляем Туристов На Ольхон На целых Три дня И по Ну и на Ольхоне У нас В принципе Стандартная программа Которую любят Туристы Она тем не менее Насыщенная И интересная Это мыс Бурханца Скалы Шаманка Проживание И питание Гиды И конечно же Мы с Хабой На седьмой день Мы прощаемся С туристами И отправляемся Уже По В дальнейшее Путешествие Либо же По домам Так скажем Данный тур Также с фиксированными Датами По датам Лучше заранее Узнавать все Но И проходит Он Примерно С 15 февраля По 18 марта Альтернативный тур Зимняя сказка Он менее длительный Уже занимает 4 дня Здесь Как вы могли Заметить Он приходит Уже без Ольхона Здесь Исключительно Иркутск Обзорный Осматриваем Иркутск Знакомимся С архитектурой Историей Города Едем В поселок Листвянка И уже Бухта Песчаная Также на Хивусе Любимая Бухта Песчаная Любимая Туристами Затем На 4 день Возвращаемся В Иркутск И уже Тур Собственно говоря Заканчивается Что касается Популярных Экскурсий В зимний период То пожалуй Мы решили Выделить Несколько Первая Это экскурсия В поселок Танхой на Хивусе Сразу могу сказать Что одним Из основных Транспортов Передвижения В зимний период По льду Байкала Это конечно же Хивус И вот Экскурсия В поселок Танхой Проходит Именно на Хивусе Во время Она занимает Целый день Стартует Она с поселка Листрянка И заканчивается Соответственно Тоже в поселке Листрянка Во время Но пока стоит Лед Пока это все Безопасно Экскурсия Вдоль КБЖД Тоже на Хивусе Альтернатива Осенним И летним КБЖД На теплоходе И на поезде Те же самые В принципе Остановки Мы с толстой Шумихом И с половиной Тоже с питанием Но единственное Она проходит Только в февраль Март 2021 года Как уже сказала Любимая экскурсия В Бухту Песчаную Экскурсия Также занимает Целый день С 10 До 7 Или 8 Вечером Все это время С туристами Находится гид Фотографирует Их Рассказывает Водит По всем бухтам Приезжаем В Бухту Академическую Делаем переход В Бухту Песчаную Бухту Бабушку Смотрим На малую колокольную Большую колокольную И при желании Туриста Как правило У туриста Есть такое желание Поднимаемся На скалу Обозрения Обедаем Горячим обедом Греемся И отправляемся Обратно В поселок Листвянка И Альтернативный Тур На снегоходах Здесь Мы предоставили Этот тур Как Вдоль Кабужед То есть Мы с половиной Мы с толстой Шумиха И возвращаемся Мы обратно В листве Анкон Альтернатива Опять же Осенним И осенним Осеннему КБЖД На поезде Либо же На теплоходе Собственно У меня Все Предлагаю Вам рассмотреть Данные фотографии На вот этом слайде Полюбоваться Нашими туристами Прекрасными И если Если у вас Есть Какие Вопросы Я с радостью На них Отвечу Было Очень приятно Представлять вам Представлять вам Свою презентацию Спасибо большое Передаю слово Следующему Спикеру Уважаемые коллеги Уважаемые друзья Добрый день Очень рада Приветствовать вас Сегодня на нашей встрече Надеюсь Что информация Которую мы для вас Приготовили Будет полезной И очень надеюсь Что В скором времени Мы с вами Увидимся Лично Когда вы К нам Приедете На Байкал Позвольте Представиться Меня зовут Михаилова Анна Я представляю Международное бюро Международного Молодежного Туризма Спутник Я являюсь Менеджером По приему Туристов В Иркутске На озере Байкал И позвольте Сначала Небольшую Вводную информацию Дать о нашей компании Компания была Основана В 1958 году То есть Мы одна Из старейших Компаний И самых Опытных Компаний На местном Туристическом Рынке И так как Мы являемся Туроператорами То мы Организуем Полный спектр Туристических Услуг То есть Мы предлагаем Самые разнообразные Программы Для своих клиентов Начиная От классических Экскурсионных Программ Как для Групп Так и Для индивидуальных Туристов Также Организуем Разнообразные Круизы Активные Туры Сплавы Рафтинги И так далее И так же Мы занимаемся Организации Таких Более Узкопрофильных Специализированных Туров Например Для Орнитологов Или для Биологов То есть Клиенты Любого Любого С любыми Интересами Как бы Всегда Смогут Найти Наши Предложения Для себя Интересными И подходящими Вот Но это Такая Общая Информация Так скажем Также Хотелось Бы Сказать Что Наша Компания Спутник Активно Сотрудничает С партнерами И Другими Туристическими Компаниями России И так же С зарубежными Компаниями Допустим Мы Очень часто Ну и как бы Активно Занимаемся Организацией Встреч Сообществ Дружбы Например Вот на этом Слайде Информация Об организации Встреч Австрийско-российского Сообщества Дружбы К нам Очень часто Приезжают Представители Вот именно Австрийской Делегации И мы Проводим С ними Встречи Например Вот Не так давно До пандемии Так скажем Была встреча Полицейских Представителей Австрийско-российской Полицейской Ассоциации Также Компания Спутник Занимается Организацией Разнообразных Марапонов Что Лично для меня И для наших клиентов Интересно Это организация Ледовых Марафонов На Байкале На протяжении Последних Пяти лет Мы занимаемся Организацией И приняли Более тысячи Участников Этих Ледовых Марафонов И Также Компания Спутник Занимается Ну и как бы Очень активно Способствует Организации Телепроектов Для центрального Китайского Телевидения Си-Си-Ти-Ти-Ви Китайское Телевидение И Вот На слайде Как раз Вы можете Видеть Почетную Награду Китайского Телевидения Золотой Лотос За Наше С ними Многолетнее Сотрудничество Хотелось бы Сказать Что Наш опыт В организации Программа Также Надежные Партнерские Отношения С местными Агентами И со Средствами Размещения Дают нам Возможность Организовать Программу Любой Наполненности Для вас Говоря Об отдыхе В Сибири И на Байкале В первую очередь Мне хотелось бы Сказать Что Не стоит Себя Ограничивать Какими-то Временными Рамками То есть Не стоит Ограничивать Себя Одним Сезоном Потому что На Байкале Хорошо Всегда И весной И летом И зимой И осенью Как в песне Каждая погода Благодать Это действительно Так на Байкале Поэтому Для своих Клиентов Вы всегда Можете предлагать Допустим Отдых на Байкале В любой Период года А мы уже Подберем для вас Наиболее подходящую Программу Конечно Самое Популярное Время Для посещения Байкала Это Зима И лето Это Основные Такие Два Пиковых Сезона То есть Это Период Июнь Июль Август И февраль Март Естественно Так как Это Пик Туристического Сезона Приезжает Достаточно Большое Количество Гостей На Байкал И Желательно Бронировать Туры На Байкал На лето И на зиму Заранее Также Это касается Всех Экскурсий Так как Спрос Достаточно Высокий Но Я допустим Всегда Советую Своим гостям И своим Клиентам Не ограничивать Себя Только Вот этими Турами Зима И весна И в принципе Можно забронировать Тур на Байкал И в январе Простите Пропала Картинка Вот она И в январе И в октябре И в мае И в сентябре И так далее Например Отдых Межсезонье Он как бы Имеет Свои Большие Преимущества Если сравнивать С летом И зимой Потому что Во-первых Нет толп туристов Чистота Тишина И Также Допустим В межсезонье Предоставляется Очень хорошие Тарифы На размещение И на Бронирование При бронировании ЖД билетов И авиабилетов Что тоже Естественно Немаловажно Сейчас я бы хотела Буквально Пару слов Сказать О каждом сезоне И Об особенностях Организации Наших программ Которые Наша компания Предлагает Для своих гостей Летом Зимой Осень И весной И так далее Буквально Пару слов Начать Хотела бы С лета Лето Конечно же Это классика То есть Это Высокий сезон Высокий сезон Это июль Август Очень много Туристов Также приезжают В июне Но пик Это все-таки Июль Август Лето На Байкале Очень мягкая Без Изматывающей Жары Что очень важно Средняя температура Воздуха Около 20 градусов С Байкала Всегда Дует Такой легкий Ветерок Вода Прогревается До 16-18 градусов На заливах И очень Солнечно То есть Летом Мы можем Организовать Для наших клиентов Программы Совершенно Разной Направленности Например Это классические Программы Экскурсионные С посещением Основных Достопримечательностей Города Иркутска И области С посещением Самых интересных Музеев Допустим Иркутска Иркутской области Также Наша компания Спутник Предлагает Туры По Кругобайкальской Железной дороге На Ретро поезде И также На Рельсовом автобусе То есть Тоже Да Вот эти туры Очень интересные И они Заслуживают Внимания Действительно Стоят того Чтобы Пластить Эти места На поезде Также Мы предлагаем Летние Круизы По Байкалу Круизы Организуются На кораблях Разного уровня Комфортности То есть Все зависит Полностью От вашего Запроса И Хотелось бы Отметить Что Наша компания Сотрудничает Только С кораблями У которых Есть все Официальные Лицензии Разрешения На перевозку Транспорта То есть Для нас Именно Безопасность Наших клиентов Наших пассажиров Она Первостепенно На перевозку Пассажиров И еще Что Можно предложить Допустим Летом Своим Клиентам И что Можно посмотреть Летом На Байкале Чем можно Заняться Это Это Естественно Какие-то Активные Туры Пешие Походы Рафтинги Сплавы Все Эти Туры Организуются В сопровождении Опытных Инструкторов И Доступны В принципе Разным Гостям Разным Возрастным Категориям Гостей Вот Следующий Сезон Который Тоже Очень Красив Конечно же Очень Представляет Большой Интерес Для гостей Это Осень На мой Взгляд Это Наиболее Красивое Такое Время На Байкале Очень Романтичное Время Особенно Сентябрь Когда Листва Начинает Менять Свет Зеленый На Золотой На Красный Коричневый Бордовый И так далее То есть Осень Это Наиболее Подходящее Время Для Организации Фототуров На Байкал Вот Здесь Я вот Особо Хотела бы Подчеркнуть Именно Эти Фототуры Именно Фототуры На Байкал То есть В принципе Все Туры Которые Мы Организуем Летом То есть Это Классические Программы Туры По Кругобайкальской Железной Дороге Круизы Активные Туры Они Также Могут Быть Организованы И В осенний В осенний Период Года Но Вот Именно Атмосфера Осенью Она Конечно Совершенно Другая Прозрачный Осенний Воздух Вот Эта Вот Игра Красок Особая Умиротворенная Атмосфера Все это Очень влияет На Общий Настрой И на Общую Направленность Программ Вот Как вы Можете Видеть Конечно Осень Это Время На Байкале Такое Очень Особое Очень Красивое Фото Туры Еще раз Да Вот Как я вам Говорила Они Очень Популярны Все-таки Именно Осенью И Также И Зимой Зима Кстати Это Вот Следующий Сезон На котором Я хотела бы Сказать Пару слов Если Одним Словом То Конечно Зима Это Сказка На Байкале Она Неповторима Она Не похожа Ни на что Без преувеличения То есть Пик Высокого Зимнего Сезона В Иркутске В Иркутской области На Байкале Это Февраль Март Когда Байкал Полностью Покрывается Льдом Лед На Байкале В это время Совершенно Прозрачный И В лучах Яркого Зимнего Солнца Лед Кажется Ярко Голубым Естественно Это Привлекает Большое Количество Гостей К нам На Вызеро Байкал Февраль Март Это Пик Зимнего Сезона Поэтому Мы Всегда Советуем Бронировать Программы На Зимний Сезон Заранее Наша Компания Предлагает Большой Выбор Самых Разнообразных Туров И Зимних Забав Помимо Классических Эскурсионных Программ Например Мы Организуем Программы Для Лыжников Для Сноубордистов На Основных Горнолыжных Курортах Иркутской Области Особенно Конечно Это Байкальские И Листьянки Это Очень Популярно Туры По Льду Байкала Разнообразные Туры По Льду Очень Популярны Например Туры На Хивусах Вот Здесь На Слайде Вы Как Раз Можете Видеть Хивус На Прозрачнейшем Просто Зеркальном Льду Байкала Это Очень Популярно Туры На Квадроциклах На Снегоходах По Тайге Всегда Интересно Мне Кажется Хотелось Сказать Что Все Подобные Активные Туры То Снегоходы Квадроциклы Хивусы Все Организуется Под Пристальным Контролем И В сопровождении Наших Опытных Инструкторов Поэтому Вот эти Все Туры Они Доступны Для Гостей Любого Возраста И Совершенно Безопасно То есть У нас Приезжают И Достаточно Пожилые Гости Которые Также Это Все Могут Попробовать Семьи С детьми То есть Все Совершенно Безопасно И Под Контролем Инструкторов Далее Зимние Туры Которые Мы Также Предлагаем Это Конечно Популярные Туры По Байкалу И По Заснеженной Тайге На Собачьих Упряжках Вообще Сибирские Хаски Наверное Чистое Очарование Как говорят Многие Туристы И наши Гости Хаски Очень Дружелюбные Очень Азартные Очень Выносливые И Наша Компания Организует Туры На Собачьих Упряжках Разной Продолжительности Разной Направленности То есть Допустим Можно Покататься На Собачках Буквально Пять Минут Это Будет Ознакомительная Какая-то Поездка Можно Организовать Длительные Туры На Упряжках По Тайге По Льду Байкала Которые Могут Длиться Допустим От Трех Дней До Недели И Более Ну И Также Хотелось бы Конкурсионные С посещением Всех Основных Достопримечательностей То есть Классика Комбинируется С активными Турами Зимой Далее Что касается Следующего Сезона Это Ну Вот Это Еще Зима Голубой Лед О Котором Я Говорила Чуть Ранее И Весна Следующий Сезон Вот Вы знаете Весна На Байкале Она Действительно Очаровательная Это Межсезонье С одной Стороны Но С другой Стороны Весна Стоит Того Чтобы Приехать Чтобы Провести Там Неделю Пять Дней На Байкале Это Такое Очень Трогательное Время Когда Природа Постепенно Жевает Просыпается На Байкале Тает Лед Прилетают Первые Птицы Зимовки Появляется Первая Зелень То есть Начинают Ощущаться Какие-то Первые Запахи Что Тоже Привносит Своё Очарование В туры Весенние Воздух Вода Весной Кристально Чистые И вот Эта Чистота Ещё Больше Обостряет Наверное Все ощущения От пребывания На Байкале Вообще Именно Весной Или Даже Только Весной Байкальская Природа Кажется Нестолько Хрупкой Вообще Период Межсезонья Это тот Период Когда можно Спокойно Без спешки Посетить Наиболее Красивые Места На озере Байкал И в Иркутской Области И что Тоже Имеет Большое Значение Весной Вы не Столкнетесь С толпами Так скажем Других Туристов Да И Основной Плюс Или одно Из преимуществ Туров Весенних Это конечно же Цена Потому что Тарифы На размещение В отелях Иркутска Иркутской Области Весной Ничуть Ниже Чем Высокий Сезон Ну и Так же Весной Есть Возможность Получить Более Низкие Тарифы При Оформлении Ави И ЖД Билетов Вот В завершении Хотелось Бы Так же Сказать Что Вы можете Как вы можете Видеть Любой Сезон На Байкале Он по своему Хорош То есть Вне Зависимости От сезона Наша Компания Может подобрать Для вас Наиболее Оптимальную Программу И по длительности И по Наполненности Так же Мы организуем Туры Для Вип-клиентов Например Вертолетные Туры Или Программы Incentive Майс Как для Русских Туристов Так и Для Иностранных Клиентов Штат Наша Компания Состоит Из более Чем 20 Менеджеров Менеджеры Всегда Рады Подобрать Для вас Наиболее Подходящую Программу И Так же Хотелось бы Отметить Что Наша Компания Спутник Сотрудничает С лицензированными Гидами Экскурсоводами И опытными Водителями Которые Прекрасно Подготовлены И Всегда Готовы Обеспечить Достойный Уровень По Предоставлению Туристических Услуг На Завершенно Завершающем Слайде Вы Можете Увидеть Общую Информацию О нашей Компании Наших Турах То есть Как я уже Говорила В начале Своей Презентации Мы Предоставляем Полный Пакет Туристических Услуг То есть Экскурсионная Программа Разные Наполненности И Разнообразные Трансферы Бронирование Отелей Гостевых Домов В Иркутске И На Байкале И То есть Как бы Это полный Пакет Программ На Сайте На нашем Сайте Байкалсп.ру На Соответствующих Вкладках Вы тоже Можете Найти Очень Много Информации О Турах Которые Мы Предоставляем Информация Дана На Русском Языке Ну И Также На Английском Очень Много Информации Поэтому Если У вас Будут Какие-то Вопросы Всегда Обращайтесь Пишите Электронка Тоже Указана На Слайде Мы Всегда Рады Организовать Для вас Любую Программу Спасибо За Внимание Так Сейчас Посмотрю По Вопросам Хорошо Будем Ждать Ваших Вопросов Спасибо За Внимание Передаю Слово Своим Коллегам Спасибо Спасибо Добрый день Коллеги Вас Приветствует Тороператор Байкалика Меня зовут Анастасия Я являюсь Специалистом По работе С агентством И Сегодня Нам бы Хотелось Рассказать Про Майс Сегмент На Байкале Про Майс Историю И Хотелось Сделать Это На Примере Наших Проектов Так Получилось Что Все Кейсы Которых Мы Расскажем Вам Сегодня Они Были Проведены В марте 2020 Года Как раз То есть Это Все Кейсы Прошлого Зимнего Сезона Для Начала Хотелось Бы Конечно Обозначить Период То есть Вообще Наш Зимний Весенний Сезон Он Достаточно Короток В отличие От летнего Мы Обозначаем Зимний Ледовый Сезон В такие Границы Временные С 10 По 20 Марта С 10 Февраля По 20 Марта Потому Как В принципе Лед на Байкале Конечно Встает Раньше И После 20 чисел Марта Он Тоже Еще Присутствует И по нему Безопасно Передвигаться На определенных Видах Транспорта Но Мы Говоря О сезоне С 10 Февраля По 20 Марта Имеем Ввиду Тот Самый Черный Лед Космический Лед Который Имеет Свою Прозрачность Имеет Свою Гладкость И не Меняет Структуру Потому Что После 20 Марта Лед Начинает Подтаивать Теряет Как правило Когда Планируют Организацию Майс Весенних Проектов Ограниченное Время На хождение Вообще В принципе Мы должны Тоже Учитывать На улице То есть Все Программы У нас Проходят В дневное Время Суток И Это Объясняется Тем Что Транспорт Конечно же Может находиться Только примерно С 8-9 утра И до 18 часов То есть У нас Такое Ограниченное Время Но тем не менее Достаточно Продолжительное Мы преодолеваем Большой километраж За Короткое Время Так скажем Очень много Часто спрашивают Нас партнеры О температурном Режиме В этот период Да В Сибири Холодно Это действительно Так Но Что касается Именно сезона Тогда Когда лед Уже на Байкале Встает Это До Минус 12 Градусов В феврале И Примерно Минус 5 В марте Я говорю Сейчас О дневных Температурах Потому что Вечером Конечно Могут быть Заморозки До минус 30 градусов Но Днем Создается Приятный Микроклимат За счет Того Что весной Солнце Заркалит От льда И Достаточно Комфортно Находиться На льду Можно даже Загорать Мы всегда В рекомендациях По экипировке Обозначаем Средства Защиты От загара Средства Защиты Для глаз Потому что Действительно Очень яркое Солнце И можно Получить На льду Байкала Потрясающий Загар В этот период Что всегда Тоже Очень удивительно А важно Также Учитывать Ранее Бронирование Почему Мы Об этом Говорим Потому что У нас Например На сезон Февраля Марта Сетка Формируется Уже Месяца За три Если даже Не за полгода Потому что Нашу зимнюю Сетку На февраль Март Мы например Начинаем Формировать Уже в июне Очень много Проектов Которых В принципе Экскурсионной Направленности У нас проводятся Приключенческие Туры В том числе И так как Майсегмент Занимает Большой объем Размещения Большой объем Техники Требует Здесь Необходимо Учитывать Что Если вы будете Планировать Это путешествие За два месяца Либо за один То есть такие риски Что можно Соответственно Не успеть Какое-либо Хорошее средство Размещения Заполучить На этот период Либо Просто Не будет Техники И ресурсов Что конечно же Очень важно Ну и отличие Летнего Зимнего Прошу прощения Сезона От летнего Состоит в том Что очень большой Фишек И действий В принципе На льду Потому что Это автономная Площадка Для того Чтобы развернуть Самые невероятные Идеи Это конечно же Преимущество Зимнего сезона Потому что Лед сейчас Безусловный бренд Он находится В тренде Его все знают Хотят посетить Он уникален Сам по себе Поэтому Это очень такая Интересная Уникальная локация Большой выбор Гастера Приводим мы в пример Потому что Тоже Сам по себе Лед Это такой Хороший инструмент Для подачи Для сервировки Это всегда Создает Такой хороший Эффект Вау Ну и Выбор активностей О них Наверное Чуть попозже Когда уже Перейдем К рассмотрению Кейсов Значит Что касается Кейсов Хотелось бы Начать Наверное Для Понимания Сразу же С примера То есть Мы проводили В марте Нижнего года Такой ледовый Проект Для адвокатской Конторы Московской Киап Которая Входит В тройку Лидирующих По Москве И перед нами Стояла задача Провести Как раз таки Для сотрудников Юбилейные мероприятия Чтобы показать Не только Все красоты Ледового Байкала Но и Устроить Такой Необычный Челлендж Для сотрудников Учитывая Тот факт Что люди Не экстремалы Они работники Офиса Менеджеры Топ-менеджеры Соответственно То есть Соблюдая Комфортные условия Нам было необходимо Придумать Что-то Нетривиальное И то Что Никогда ранее Не проводилось Такая у нас Стояла задача Которая В принципе Нами Была Выполнена Значит Начиная С маршрута Что мы Придумали Вообще Самым идеальным По нашей Точке зрения Маршрутом Является Такой Некоторый Кольцевой Так скажем Ледовый маршрут То есть Мы Прилетая В Иркутск Уезжали Не по трассе А через Тожранские степи Очень Выписанные Очень красивые В сторону Малого моря Встречались С Байкалом Соответственно И по западному Берегу Возвращались В Листвянку И далее Уезжали В город Иркутск То есть Получался Такой маршрут Который Не повторяет В принципе Никаких локаций Очень интересный Разнообразный Сразу После прилета Так как Все-таки Мы находимся На бурятской земле Мы Отправились Нашей командой Большой Дружной Соответственно В этнокомплекс Обедать Пробовать Блюда Национальные Бузы Обязательно Тагудай Обязательно Сопровождалось Все это Песнями И танцами Но Это не Уходило В какой-либо Такой тайминг Четырехчасовой Это просто Был интерактив Сопровождения Обеда Что всегда Тоже очень интересно Нужно Важно И красиво Гостям Очень понравилось Плюс Это такая Связка Чтобы преодолеть Жетлаг Потому что Все равно После пятичасового Перелета Как правило Хочется немного Какого-то Такого формата Когда ты Хоть и едешь Но тем не менее Не тратишь Время На простой Переезд И собственно Вот Наши любимые Это Жиранские степи Локация Которую мы Очень часто Используем Во всех наших Проектах Не только Майс Но и Комбинированных Приключенческих Это то решение Когда можно Минуя трассу Добраться до Байкала Очень интересно На внедорожниках И показать Как раз таки Гостям Максимально Быстро Тот самый Чистый лед Показать масштаб Потому что Именно В Жиранских степях Находятся Такие обзорные точки Как Высота 900 метров Где можно Как раз таки Сделать Потрясающие Снимки И увидеть Почувствовать Все мощи Еще преимуществом Веляется Этот факт Что абсолютно Вы не увидите Никаких других Групп В данных локациях Они автономны Они необычайны Они красивые И они напоминают Совершенно Необычайные пейзажи Многие гости Наши удивляются Что это Все Байкал Мы говорим Что Да Действительно Это он Здесь мы Используем Кстати Различные Фишки Как вы видите На слайде Покричали Громко Громко Что же это значит Действительно Здесь Такая локация Где тоже Можно развернуть Множество Различных Идей Особенность Туристов Заключается В том Что они Приезжают Достаточно Такими Открытыми Готовыми К путешествию Но Бывает Что Есть Внутренние блоки Зажатость И Стажеранские степи Это та локация Где мы Учим людей Кричать Да Действительно Бывает так Что просто Туристы Не умеют Громко Крикнуть Для них Это кажется Диким Странным Но Как только Гости Попробуют Это сразу Какое-то Такое Ощущение Освобождения Выплеск эмоций Потому что Это правда Тоже очень важно Эмоциональная Составляющая Как мы считаем Она является Неотъемлемой частью Помимо всех Первостепенных Кроме того В Тажеранских степях Есть Соленые озера Есть пещеры Есть очень много Локаций интересных Самих по себе Где можно тоже Развить какой-либо Майс интерактив Придумать квест И это все Тоже будет Крайне интересно И сопровождаться С форматом Доставки До Непосредственно Льда Байкала До острова Альфа Приехав Уже Соответственно Разместившись На базе Мы На следующий день Стали уже Изучать Непосредственно Сам лед Байкала Здесь мы используем Максимально комфортный транспорт Это аэроходы Хивусы Судно на вздушных подушках Абсолютно безопасные И официально разрешенные Для передвижения На льду Байкала Потому что Сейчас мы Придерживаемся Того формата Что джипы на лед Выпускать Это все-таки Небезопасно Неправомерно И мы используем И мы используем Другие виды транспорта В прошлом году Туроператор Байкалика Таким образом Запустила Трекалы То есть это Вездеходы Шинами А пониженного давления Вы можете увидеть У нас на сайте программы Турбайкальский лед С участием данных Вездеходов Но это не к теме Данной презентации Поэтому вернемся К нашим адвокатам Потрясающим туристам Собственно В этот день Мы сели на аэроходы И собственно Вышли уже смотреть Изучать лед Байкала Поучаствовали В таком Тоже интерактиве Который называется Обряд Поцу и Байкала Выбуривается прямо Во льду Лунка Значит выкладывается Ягода Наливается самогон Либо какое-либо Безалкогольное И выпивается То есть это такое Приветствие Байкала Это действительно Поцу И сейчас используют Очень много туроператоров И является фишкой Которая кочует Из тура в тур Очень всегда интересно И вызывает восторг Сам лед всегда Выбывает восторг Как правило Ну и конечно же В этот день Помимо того Что мы катались На коньках Гуляли Очень много фотографировали Смотрели гроты Мы еще Соответственно Побывали На острове Ольхоне Потому что для многих Это все равно Такой Матхэв Считается Что хотя Зимние все локации Проходящие по акватории На льду Они в принципе Подразумевают И можно избежать посещения Но тем не менее Ольхон можно использовать Как локацию Для встречи с шаманами Для тоже Развития Какого-либо интерактива Уже непосредственно Там В этом Священном Сакральном месте Гастрономия Конечно же Тоже очень важный Аспект Поэтому здесь У нас работал Выездной кейтеринг Профессиональных поваров Мы готовили Различные блюда Именно Местной кухни Папоротник Черемша Загудай Омульс Коптилки Все это С таким дымком Преподносилось На льду Байкала Устанавливались Устанавливались Туалеты Оборудовались Площадки Специальные Работала Целая команда Выездная Которая заезжала Заранее И конечно Туристы В таких аутентичных Условиях Подъезжая к кейтерингу Были крайне удивлены Восторжены Это действительно Был эффект Вау Незаменимым Всегда Тоже Инструментом В наших путешествиях У нас Собственно реклама Самогона Таральский От нашего туроператора Байкалька Далее Значит Так Сейчас Мы Приключаемся К следующему слайду То есть Изучая Лед Байкала Вернувшись На базу Попробовав Очень много Ледовых фишек Мы Сели на наши Аэроходы Которые вам уже знакомы И 230 километров Уже пошли По льду На Хивусе Тоже Побывали в местах Где нет никого Посмотрели Гигантский торос Это такие Как раз таки Ледовые образования И покатались На кусочках льда Наша цель Была Прийти В поселок Листвянка То есть Вот Как мы уже Видели на картосхеме Мы двигались К проливу Малое море Уходили в Большой Байкал И возвращались Уже соответственно В поселок Листвянку А в самом начале Своей презентации Я сказала Что у нас была задача Неотривиальная Сделать что-то Необычное Нестандартное Собственно Пиковыми Днями Программы Были завершающие Мы с гостями Поднялись К смотровой площадке И увидели То знаменитое место Откуда Вытекает Из Байкала Ангара Единственная Вытекающая река То есть Здесь видно Водораздел Незамерзающие Ангары И Ледового Байкала По акватории Листвянки Лед уже заснежен Он засыпан Снегом Действительно И все равно Место такое Очень значимое Красивое С высоты Смотрится Потрясающе Побывали На ледовом Фуршете Как раз таки На данной Ледовой части Мы развернули Несколько площадок Одна из них У нас была Гастроплощадка На ней уже Останавливаться Не буду Здесь было Подобие Кейтеринга В акватории Недалеко от Альхона Далее Мы устроили Площадку Где расчистили Лед И устроили Чемпионат По хоккею Это для мужчин Собственно И устроили Такое сафари На собачьих упряжках Кроме того Что можно было На них покататься Можно было С ними еще И пообниматься Тоже всегда Наши сибирские Хаски Маламуты Заходят на ура Потому что Это действительно Очень красиво Здорово Весело И собственно Самым таким Вот Пиковым Мероприятием И нашим решением Состоялся Сплав Нордине То есть То решение Которое мы Предложили Нашим заказчикам На старте Это как раз Таки было Самое масштабное В истории Мероприятие Сплав на льдине Для 42 человек Мы подготовили Две льдины Выпилив их От Байкала И пошли По Ангаре Соответственно По незамерзающей Реке На расстоянии Пяти километров Проходил сплав Шесть единиц техники По хивусам Были задействованы Мероприятие Невероятно Веселое Фановое Отличное Мы включали музыку Мамонтенка Сплавлялись на скорость Передавали друг другу Привет из сальдин Подготовили ледовые рюмки И это действительно Был восторг Это действительно Было Самым масштабным Мероприятием И в этом случае Как раз таки Мы Удовлетворили Так скажем Потребность На старте Вот Подобрав Такое решение Конечно Здесь Мы очень Зависим От погодных условий Хочется сказать Потому что Планируя такое мероприятие Необходимо Учитывать Температуру воды И соответственно Наши Знаменитые Байкальские ветра Которых очень много Господствует Здесь Если это Северо-запад То такое мероприятие Подвергается рискам У нас был план Б Безусловно Мы тоже Это презентовали Организаторам Мы работали По данному проекту С нашими агентами Партнерами из Москвы То есть мы были Инициаторами Идеи Исполнителями Они были Соответственно Теми Кто сотрудничает Непосредственно С компанией Заказчика То есть это был Проект коллаборации Мы считаем Что эти проекты Очень успешны Всегда Когда агент Занимается Тем Что выявляет Потребности Доносит до оператора Все то Что необходимо знать При организации Сложных программ И продуктов А на месте Туроператор Уже занимается Своей непосредственной Работой Потому что Помимо Бронирования гостиниц Фрахта техники Нужно еще Учитывать Очень много факторов Естественно И продумывать Логистику Таким образом Чтобы все Получилось Максимально Торжественно И значит Все у нас Оставались довольны Завершилось все Галоужином В одном из ресторанов И мы Приглашали Ансамбль Местный Инструментальный Шано Который известен На весь мир Очень рекомендую Послушать Инструментальная Музыка Значит Сибирско-монгольская Такая С мотивами Получили мы Масса Замечательных Отзывов От этого мероприятия И наверное Самой главной Похвалой Являлся Хэштег Поездки Хэштег Был такой Было круто Вот Поэтому мы Считаем Что мероприятие Прошло успешно Следующий проект О котором Я вам хочу рассказать Это уже Из разряда Ивент Мероприятия Это для нас был Очень интересный опыт У нас есть Из наших знакомых Туристов Фотограф Дарья Булавина Которая очень известна Тоже среди Селебрити Проходах И конечно же Много работы С реквизитом И наши идеи А если рассматривать Как раз таки Географию Поездки То здесь Вы можете видеть Что начало Повторяет предыдущий проект Но наша была задача Как раз таки Приехать на лед И не уходить Куда-либо далеко Не искать интересные локации Не показывать гроты И какие-либо Такие достопримечательности Ледовые А найти идеальную площадку Для съемок Для проведения Такого размеренного Интересного Крутого мероприятия То есть В принципе Поэтому мы здесь Ничего не усложняли Выезд был точно так же Радиальный А значит Сели мерседесы Комфортные Приехали значит Кольду Байкала Показали первый лед Потому что Здесь не стоит Никогда Никаких проектов Пренебрегать Знакомство Со льдом Для наших туристов Участников Это всегда очень так ценно Это всегда очень торжественно На этом всегда нужно Делать акцент Показали собственно Площадку заказчице Потому что Она уже бывала На Байкале Но тем не менее Нужно было Оценить Посмотреть Как ее идеи Лягут вообще В реализацию В основу Хотя все сценарии Заранее отправлялись И мы об этом Тоже очень много говорили Так Мое время тут ограничено Поэтому я постараюсь Как-то более Кратко рассказывать О проекте Обязательно был Предусмотрен Теплый ужин Размещение Каминный зал Потому что Огонь собственно Всех сближает К слову об огне Мы из репрезидов Готовили Для гостей А непосредственно Занимались Изготовлением факелов На заказ То есть Это были Костюмы на льду Это были Значит Форматы Оформления Кейтеринга Можжевельник Здесь вход Мох шел Вот собственно Факелы Которые видите Здесь на слайде То есть Здесь все Было Влейтмотив Как раз таки Сценария И сюжета Игры престолов В этот день Погода нам Не благоволила Вы можете видеть На кадрах Что чистого льда Нет Есть ледо Снежный Но тем не менее Это такая Получилась Нордическая тема Которая очень хорошо Вписалась в съемку Фотографы были довольны Затем мы нашли Уже участки Чистого льда И поснимали Там тоже материал Который необходим Торжественный ужин Уже не кейтеринга Теплый И собственно Отмечание свадьбы Торжество Было в комфортных Достаточно условиях У нас даже Экипировали Наш персонал Мы были в черных Таких плащах Работали как кардиналы Чтобы все в кадре Смотрелось органично Среди селебрити У нас даже принимала Участие жена Олега Газманова То есть все На наш взгляд Прошло максимально Тоже успешно И мы попали На обложки глянца В том числе Сквайр нас напечатал Еще один такой формат Мероприятий Майсовых Который мы проводим Это конференция Плюс экскурсия Комбинированный формат И здесь мы уже работали Для компании Конных технологий И выбрали радиальный формат Поездок То есть самая простая Логистика Когда мы из Иркутска Приезжаем в Листьянку И радиально выезжаем По направлению В Бухту Песчаную На аэроходах И можно организовать Прямо на льду А тему Со снегоходами Такой экспедицион формат Но очень комфортный И интересный Потому что где Как ни на Байкале На льду Еще можно покататься На данной технике То есть вот У нас довольные Счастливые лица Все это происходило В принципе В таком Динамичном Очень режиме Тоже гости Были довольны Я наверное На этом проекте Не буду останавливаться Подробно Потому что Время у нас К сожалению Ограничено Что хочется просто сказать В формате всех Ледовых масс И мероприятий Если подытожить Здесь можно разворачивать Совершенно сумасшедшие идеи Организовывать Отстраивать Ледовые отели И бары Проводить чемпионаты По хоккею Вольфу Картингу Даже карту Можно действительно Привезти Организовать Устроить мастер-классы По ледовым фигурам И всевозможные Изо льда Устроить плав На льдине Гонки На льдинах Вообще можно развернуть Несколько сюжетов Привезти Фотографов Музыкантов Видеографов Все это мы используем Как правило В наших турах Потому что Вот весь контент Который видите Это либо наш Либо заказывали наши Непосредственно Участники Далее Есть еще такая фишка Как обучение Катанию на буэрах Буэра Это ледовые яхты Которые двигаются Под трусами Проходит даже чемпионат На маломоре Ежегодный Это очень красиво Очень зрелищно И невероятно Уникально Опять же Из техники Что вот я вам уже тоже говорила Что снегоходы Вездеходы Аэроходы Это все можно развернуть На льду И плюс ко всему У нас еще Здесь не прописано Но тем не менее Сафари на собачьих упряжках Как по тайге Можно покататься Так и по льду Байкала С хорошей скоростью С ветерком Это тоже всегда необычайно Кейтеринг Вы видели Какая может быть подача Изо льда Со льдом Коктейли со льдом Это тоже всегда эффект Вау И на льду То есть торосы Мы используем Как подносы И таких сумасшедших Идей у нас Десятки фишки Обряды Всевозможные Форматы Обеды в гротах Как вы видите Вот на фотографии Собственно слева То есть Насколько хватит Вашей фантазии Мы можем все это организовать На данном слайде Например Вы видите Тоже подачу Как раз таки Вот тот самый торос На котором Строганина У нас И Все специалитеты На таком Холщовом мешке Который является Скатертью А собственно Слева Вы можете видеть Кружку Из байкальской керамики Мы тоже делаем Самостоятельно И можем Логотипы Майс компании Здесь увековечить Что тоже Произведет фурор Особенно если Все это подавать На льду То есть Для наших партнеров Тоже существуют Различные плюшки То есть Персональный консультант Организатор Кроме того У нас есть представители В Москве и Санкт-Петербурге То есть Мы навстречу с заказчиками Можем съездить с вами Это не вопрос Забрендировать Какие-либо машины Технику Посуду Катера Мы тоже можем Если все это Заранее спланировать Это не вопрос Букинг Мы можем оставить Кстати говоря На вас Потому что Если мы говорим Про майс То Здесь Существует Такая штука Когда агенты Планируют Сами Заниматься площадкой Это конференц Площадка Это размещение И мы здесь Ни в коем случае Не против А только будем за Ну и конечно Мы готовы Предоставить вам Гибкие условия Для того Чтобы вы сами Присутствовали На мероприятии Все проконтролировали Увидели своими глазами Может быть Что-либо добавили И вообще На этапе Согласования Каких-либо проектов Я думаю Что можно здесь Действительно работать Сообщая Действительно Создавать Какие-либо Крутые штуки Так Значит Контакты Я вижу вопрос Что вы запрашиваете Их сейчас И значит На слайде Вы можете видеть Мою почту Контактный телефон Наш сайт Вайкалика Опять-таки Мы есть в Инстаграм Очень много контента У нас проходит Непосредственно Из полей Выгружается Все, что происходит В турах По поводу Майс Как раз-таки Тоже можете Обратиться ко мне Либо я поделюсь Контактом Наших менеджеров В Москве, В Петербурге И здесь В Иркутске Также Ну и сейчас Когда у меня есть Немного времени Я бы хотела вам Показать видео О том Как это все Конечно же Проходит Непосредственно В поле Это Один из наших Проектов Приятного вам Просмотра И благодарю вас За внимание Коллеги Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну что ж На Байкале хорошо На Байкале действительно Душевно Приезжайте обязательно К нам И я значит Передаю сейчас Слово Своему Коллеге Нашим партнерам Компании Компании Даурия А следующему Собственно Спикеру Андрею Сидих Спасибо вам большое До встречи на Байкале Здравствуйте Меня хорошо слышно Я представитель компании Даурия Тур Мы в Листвянке На Байкале Занимаемся Пассажироперевозками На СВП Хиллс 10 Местимостью 9 человек 9 туристов Получается И Небольшой багажник Для Багажа То есть В основном На таком форме Трансторки У нас Переезжают Туристы От Сестрянки До озера По озеру До острова Ольхон Часто Закездываем У нас Вопросы Были раньше Это Можно ли Багаж Собой Брать Да Можем Но не Приедете Туристов То есть Это Не так Сильно Комфортно То есть Лучше Всего Брать Как мы Говорим Ручную Кладь То есть Также У нас В парке Есть И Шести Местные Хиллсы Они Небольшие Суда Для Маленького Количества Человек Следующим У нас Тоже В парке Находятся Такие Вот Замечательные Товарищи Это Называется Марс 2000 Тоже СОП Пребли В этом Году Два Вип Катера Один Вип На 10 Туристов На нем Находится Туалет Тоже На Сиденье Стол Для Пикника Наверное Ну и Телевизор Можно На фотографиях Их Как раз И посмотреть Один Из них И Второй У него Такая Комплектация Его Назвали Просто Вип На 15 Мест Столы Стульчики Столы Вперед И Туалет Также У нас В компании Находятся Снегоходы Снегоходы Также Двух Классов Это BRP Класса Для Посещения Всех Просторов Байкала Данные Снегоходы У нас Предоставляются Для поездок По снежной Территории То есть По льду Они не ездят Ездят Только по южной части Горы Хамардабан Из листвянки По самой Листвянке И Также По всем Берегам Вдоль Кэбжаде Как раз Фотографии У нас Стоят Они С Клабайкальской Железной Дороги Снегоходы Обычные Это У нас Артикеты И Ямака По всей Территории Так же Как и На Хамардабане В листвянке У нас Находятся Собачьи Упряжки Собаки У нас Разные Есть Байкальские Хаски Есть Красивые Хаски С голубыми Глазами Везде Всегда По разному Можно Проехаться У нас Компания Есть Свои Туры Как наши Коллеги Уже Рассказывали Их Очень Много Туры На СВП Это Также Влятся Нашими Маршрутами Которые Стандартные Которые Мы Перевозим С Листвянка Остров Ольхон Листвянка Город Байкась Камар Дабан Мамай Такие Знаменитые Места С Острова Острова Ольхон Это Ушкани Острова Чегурху Куй Также Северо Байкась Также Слествянки На Судах На Воздушной Подушке Можно Ездить По Озеру Байкал Единственная Проблема Для СВП В Зимний период Это Саравас Это Огромождение Льда Которым Мы Не можем Катер Не может Пройти Разорвать Свою Подушку Соответственно Катер Никуда Не пойдет Это Единственное Его Ограничение На Сторону Бурятку Мы Входим Но Тоже Проблема В том Что У нас Проблема В Тараса На той Стороне Байкала Ну а Стандартные Из Листьянки Это Дискрусионные Машутки Листьянка Букопесчаная Листьянка Байкальская Железная Дорога Также На СВП На Снегоходах У нас Основные Маршруты Это Листьянки В сторону Хамаргабана Такие Поселки Как Лутулик Город Байкальск Мамай Листьянки На КБЖД Часовые Туры На Снегоходах И Также Одно Два Трех Дневные Тур На Снегоходах По Вашим Пожеланиям В всей Территории Байкала В виде Снег Наши Контакты Отличные Хотел Пождественное Видео Ставить Наши Посмотреть Правду реки Мы Сибиряки Честь Человечества Правду реки Мы Сибиряки Честь Человечества Под Одно Реки Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Рекi Продолжение следует Т plaud Реки Видео Музыка 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 Мですね Музыка 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 Музык Музыка Продолжение следует... 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 Продолжение следует...